Вор-рецидивист ограбил 86-летнюю женщину в Чамзинском районе. В дежурную часть ММОИ в этой России Чамзинске 29 февраля обратилась 86-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина неожиданно напал на нее и выхватил сумку, в которой находились ее денежные средства, в сумме 1 миллиона 2000 рублей, паспорт и удостоверение ветерана труда. Похищенное имущество обвиняемый разобрал и сдал пункт приема металла. Вину в содеянном молодой человек признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Правоохранители установили причастного к совершению грабежа. Им оказался 39-летний житель Чамзинки, который две недели назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Мужчину задержали в поселке Комсомольске у сожительницы. При личном досмотре у него изъяли 60 тысяч рублей. В доме приятельницы под комодом полицейские обнаружили еще 370 тысяч рублей. Выяснилось, что в тот день рецидивист приехал в Чамзинку. Проходя мимо продуктового магазина, он обратил внимание на бабушку, в руках которой была сумка. Вероятно, у вора сработал годами выработанный рефлекс – ограбить слабого человека. Тогда мужчина подошел к пенсионерке, толкнул ее, отчего пожилая женщина упала, выхватил сумку и убежал. Чтобы распотрошить добычу, злоумышленник выбрал самое тихое место – кладбище. Здесь и забрал из сумки деньги. А остальное закопал в снег около одной из могил, после чего поехал домой к сожительнице. Как рассказала пенсионерка, она много лет копила эту сумму, откладывала с пенсии. Деньги не оставляла дома, так как боялась воров. И никак не думала, что с ней может произойти такое средь бела дня. Вину в содеянном мужчина признает частично. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Его заключили под стражу. В МВД отметили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, 13 раз. Расследование продолжается. 8 тысяч рублей заплатит в качестве штрафа 25-летняя жительница Лямберского района за размещение на странице в социальной сети фотографий, публично демонстрирующих нацистскую символику и символику экстремистской организации. В ходе мониторинга интернет-ресурсов ВКонтакте сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД Республики Мордовия установили, что одна из пользователей разместила на своей странице 8 фотоизображений, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику, а также символику экстремистской организации. Указанные файлы находились в открытом доступе для неограниченного круга пользователей. Полицейские установили личность распространителя запрещенных публикаций. Ею оказалась 25-летняя жительница Атимара. В отношении девушки было составлено 8 административных протоколов. По решению суда она признана виновной в совершении административных правонарушений. Ей назначено наказание в виде штрафов в размере по 1 тысяче рублей соответственно. Оплата в рассрочку оказалась бессрочной. 47-летний житель Розаевки решил не платить закупленную машину. Теперь он обвиняется в мошенничестве. От его действий пострадала 65-летняя жительница Саранска. Она продавала через сайт бесплатных объявлений вазовскую «семерку» за 70 тысяч рублей. Нашелся покупатель, который попросил продать машину в рассрочку. Женщина согласилась, но ни разу так и не получила обещанные деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер один МВД России по городскому округу Саранск лицо, причастное к совершению противоправного деяния, было установлено. Полицейские задержали мужчину по месту жительства. Выяснилось, автомобиль фигурант сдал в авторазбор в том же месяце, когда и приобрел. Полицейским он пояснил, что изначально не предполагал возвращать деньги потерпевшей, вырученной с продажи 25 тысяч рублей, которую он потратил на личные нужды. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Судимость получил 45-летний сварщик из Саранска за пристрастие к наркотикам. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении марихуаны. В ходе проводимых мероприятий сотрудники УНК Республиканского МВД получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ электрогазосварщиком одного из предприятий Саранска. И информация подтвердилась. В декабре полицейские остановили мужчину на проспекте 60-летия октября в Саранске. У него было 13 бумажных свертков с марихуаной, общим весом 38 граммов. Кроме того, оперативники обнаружили три банки с марихуаной в подвале многоквартирного дома, где живет сварщик, и в личном шкафчике цеха по месту его работы. Общий вес наркотика более 106 граммов. По словам мужчины, листья наркосодержащего растений в августе прошлого года он собрал на заброшенном поле в селе Ерховка с целью личного употребления. Марихуану он принес домой, высушил, измельчил. После этого часть наркотика он носил при себе, расфасовав по сверткам для удобства. Остальное хранил на работе и в подвале. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно. Полицейские Мордовии устанавливают местонахождение без вести пропавшего Абдул-Карима Янгличева, жителя Рамадановского района, 1981 года рождения. Приметы разыскиваемого. Рост 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза темные, волосы короткие, прямые, лицо овальное, брови темные, прямые. Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию по телефону 8 834 38 2 14 54 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова